То есть вы корректировать, как-то менять свою деятельность вообще не будете? Вы будете... Другим видом деятельности заняться? Нет. Свою, скажем так, общественную, политическую деятельность. То, что вы делаете, вы будете ее... Вы смотрите, я не понимаю, как ее можно скорректировать. Ну, смотрите. Режим не поменялся. Он тот же самый, диктаторский, единоличный. Демократии нет, партии создать невозможно. Мне страну вернуться невозможно при этом режиме. Пожизненные сроки все есть. Попытка меня арестовать есть. Уголовные дела они продолжают, кстати говоря, еще где-то какие-то страны против меня двигают. Я потом догонку узнаю. Здесь во Франции они проиграли суды? Уголовные дела против меня возбуждают? Ну, какую-то кассацию подали. Процесс же идет? Ну, как я могу сказать. То есть, компромиссов вообще нет. На вас не выходили, что, ну, например, такой путь, что не возвращаться в страну, а вы прекращаете свою деятельность, да, политическую выступление в эфире, там, людей какие-то создавать вот свои такие движения. Данимаетесь там за рубежом бизнесом, ведете свою частную жизнь, но вас прекращают преследовать. Нет, у меня такое предложение было, когда я был в Лондоне, от Назарбаева через Аслана Мусина, когда он руководитель администрации был. Типа, давай, мы у тебя отобрали, ты нам еще миллиард отдай и живи свою жизнь. Ну, там только политикой надо заниматься. Там телевидение свой К+, заглуши, потому что Аслан жаловался, там между нами человек курсировал, летал на переговоры, говорил, у меня вообще работы нет, утром захожу в администрацию президента, включая К+, сижу, только ваши гребаные К+, новости слушаю, тебя слушаю, говорит, что за работа, что за жизнь у меня такая. Скажи ему, давай, К+, закрывает, кто делает, это делает, плюс нам миллиард долларов, плюс заплатят. Ну, вот было такое, да. Гарик Лучанский много раз приезжал ко мне на переговоры. Давай там договоримся, вот я упал. Может быть, тогда камень преткновения в этих миллиардах, про которые, видимо, вам, ну, не просто заплати, может быть, все-таки они считают, что вы вывели, типа, ты давай возвращай, хотя бы там, ну, часть, да, мы тебя прекращаем преследовать, и ты живешь, наслаждаешься своей жизнью. У Назарбаева, конечно, теоретически могло быть такое заблуждение, да? Чтобы вы вывели деньги. Теоретически могло, потому что он же, ну, приходит же обужение, ему там рассказывают. Они же на этой войне каждый зарабатывает, очки, звания, погоны, генералами становятся, ну, и реально юридические услуги зарабатывают. Если из самого только БТА банка официально в 2014 году миллиард долларов потратили на борьбу со мной? Это официально, только из баланса банка. Юридически всякие разные. То есть, вы понимаете масштаб расходов. В этой войне есть масса людей, которые свою работу делают и зарабатывают. Они, конечно, формируют мнение, могли. Ну, опять, знаете, Назарбаев же, он меня лично знает. Он мне всегда говорил, давай, дай мне 10 дней, и мы с тобой будем дружить. Я говорю, какие 10 дней? За 10 дней мы на тебя на компромат накопаем, а потом мы с тобой сядем и будем дружить. Я говорю, вам зачем компромат? У вас суды под вами, следователь под вами. Бумажку напишет, скажет, что я наркоман. Вот вам компромат и все. Я говорю, нет, ты что там так говоришь? Я говорю, я не понимаю, как можно дружить с человеком, не имея в руках дубинку? Ты дружишь и дружишь. Нормальные отношения. Видишь же, вообще, человеческие вещи. Потом, я говорю, уже столько лет вокруг меня, там, кружили компромат. Ваш взятерабатывали и писькал. Ну, и не нашли же. И вот тут он, знаете, он со мной ровно всегда разговаривает. Стучит по кулаку столом, кричит. Найдем, найдем. Свидетель опять же, ты мрад. Я говорю, ну, ладно, 10 дней ищите. Через 10 дней, ну, что там, еще 10 дней. Поэтому, знаете, он, если бы он понимал, он же меня знает лично, хорошо, что, да, он способен на это, но он же не от этого исходит. Он от себя исходит, он способен. Он ворует. И он считает, что все такие, понимаете? И вот это, наверное, является его основным препятствием, его непонимание. А так, если бы вот те люди, которые за мной охотились, они бы вот долго нашли в этой цепочке, они бы давно вот так вот раз полотнище раскрыли, посказали, а вот она. Ни разу не смогли сделать. Хотя все вот просто транзакции. По цепочке смотришь, все. Судья даже задавал вопрос. Вы такие деньги тратите. Зачем? Видно же, что у него денег нет. Вот те деньги, которые вы требуете, у него нет денег. Видно же. Нет, он прячет. Он такой хитрый, он такой искусственный, он где-то спрятал. Вот так вот говорили. То есть их не нашли. А откуда взялись эти цифры? 6 миллиардов. Да, это они кредитный портфель. Слушайте, весь наш кредитный портфель прямой. 15 миллиардов. 15 миллиардов. Это 6 миллиардов были выданы кредиты разные, там, международные. Там, Украина, не знаю, Грузия, Россия, там, Беларусь, там и так далее. Они все международные кредиты просто обнулили, сказали, они украдены. А для чего? Для того, чтобы перед западным кредитором сказать, денег нет, он украл. И все, и не платить по этим обязательствам. То есть они эти же активы потом забрали себе, переоформили на себя со скидкой эти кредиты. Банку заплатили, что стоит миллион, там, тысячу долларов. И таким образом присвоили гигантские активы. Они украли. Такой блиц очень быстро. То есть вот деньги 6 миллиардов, в некоторых оцентах звучат 10 миллиардов долларов. Вы ли выведены из БТА банка из Казахстана? Нет, конечно. Это вранье просто. А вы будете продолжать свою деятельность, борьбу с властью в Казахстане? Какой бы она ни была, вы считаете, что она диктаторская, вы будете продолжать свою борьбу? Пока мы не сломаем этот режим диктаторский, я буду бороться. И моя задача сменить, свалить этот режим и построить крутую демократическую страну. Вот я этим занимаюсь и буду заниматься. Вы хотите сами быть президентом? В нашей программе нет должности президента. Я кандидат в должность премьер-министра. Намереваюсь организовать внутри страны, зарегистрировать партию, когда произойдет падение режима. Победить на выборах и возглавить правительство. Должность президента, я считаю, не должна быть в нашей стране. А какой тогда интересно, если бы вы стали руководителем страны, какой вы видите внешний политический курс Казахстана? Сейчас очень сложная обстановка в мире. Внешний политический курс очень простой. Ориентиры на ведущие страны мира, это США и Европа. Цивилизация там, наука, лучшие достижения мира там. И мы должны, как в спорте, брать пример у сильнейших и лучших. И вот туда нужно выстраивать свой внешний политический курс. И экономический в том числе. А что касается других соседей, где диктаторский режим, типа Узбекистана, Китая или России, просто поддерживают торговые отношения, ровные. И, ну, они делают у нас бизнес, торгуют, окей. Но никакого приоритета в отношении с ними, ориентация на них не должна быть. Извините, а я очень хорошо себя представляю с вашим характером. Вы когда вот начали, извините, я вас перебила, вы такие сказали, а вот с соседними странами, и мне так очень, вот я продолжила на вас, с ними, со всеми мы будем воевать. Воевать мы ни с кем не будем. Более того, надо со всеми поддерживать дружественные отношения, но при этом знать риски, как со стороны России нынешней, как со стороны Китая, и становиться сильными. Чтобы, когда мы как страна станем сильными во всех отношениях, в первую очередь экономических, потом будем и в военном отношении сильными. Нас будет уважать, считаться, и никто нас топтать, как Украину не будет. А вы никогда не думали о себе вот так вот, ну, самокритично, то есть очень четко, так трезво, что ваша роль, ваша миссия все-таки, это всегда будет в оппозиции, а что если, вот мне, например, даже страшно представить, что вы встаете у руля нашего государства, я очень четко представляю, что вы со всеми рассудитесь. Ну, вот, в ближайшем сессии. Я думаю, даже с Россией, с Китаем, с Узбекистаном. Слушайте, я работал с же министром, я ни с кем не столь. То есть, какому человеку, как вы, лучше не стремиться к власти. То есть, говорят же, диссидент, он хороший диссидент, но у власти диссиденты, они очень, то есть, когда достигают власти, это очень плохо. Вы так о себе не думали? Нет, все зависит от того, что вы хотите, да? Если вы хотите прозябать, как сейчас, то тогда вы, значит, принимаете любую позицию, где есть воровство, коррупция, преступления. Ну, вы терпите, ну да, но зато, блин, мы как-то, как Назабаев говорит, ну, мы же не немцы, не американцы и готовы жить в этом дерьме. Это от вашей позиции зависит. А я же сразу говорю, мы ориентируемся на лучший стандарт. А лучший стандарт не предполагает этого, чтобы терпеть коррупцию и все прочее. Я не терплю коррупцию, я не терплю рабство, я не хочу, чтобы наша нация была слабая. Это разве плохо? Почему я должен быть в оппозиции всем этим? Или кто-то должен быть в оппозиции тому, что я говорю? Это естественное состояние любого человека, процветать. В государстве жить свободно. Чтоб тебя не давили, чтоб ты мог реализоваться. Это же нормально. А вы говорите, нет, это страшно. Почему страшно? Нет, я не говорю, вот это все хорошее. Я только о нашей миссии, что есть все равно люди, которые... Вот его миссия по жизни, его место по жизни – это оппонировать власти. Я оппонирую этой власти, потому что у нас власть такая. Если бы власть была бы другая, вот так, как в Америке, я был бы встроен в эту систему, как минимум встроен. А если нет, то я бы занимался чем-то, а я больше, например, от науки получал удовольствие, от бизнеса то же самое. В политику я пришел по неволе. Просто защищая свои интересы, свое видение и так далее, я пришел в политику. Вынужден был прийти в политику. Но вы увлеклись. Я не увлекся. Как может увлечение? Когда у тебя пытаются убить, похищают семью, когда у тебя уже практически нет средств. А в чем здесь увлеченность? Это аскетический образ жизни. Я с утра до вечера занимаюсь ячейками, поясняю этим людям, что будем делать. Это такой кропотливый процесс, где конца не видно. Вот январь выстрелил, а я всегда предсказывал, что это будет. Теперь, когда я говорю, что скоро еще, теперь люди верят. Понимаете? Это будет. Ну, просто нужно сделать, чтобы это было организовано. А я организатор. Я хочу построить совершенное государство. И когда вы говорите, мне страшно, то есть вам, получается, не хочется жить в совершенном государстве. Нет, я говорила про внешнюю политику. Я очень представила человека с вашим темпераментом, с вашим характером. И вот, например, он на переговорах с Владимиром Путиным. Я очень себя представляю. Я вел переговоры. Например, был уже тот Чубайс, перед которым на задних лапках прыгал Токаев, стоял на тротуаре, ждал его, говорил, о, Чубайс. Вот Чубайс, я ему пояснил, как с ним надо разговаривать, чтобы тебя уважали и твое государство. На его, прямо на этом совещании, когда Чубайс публично сказал, при всех, Мухтар Кабулыч, мне не нравится ваше поведение, я его оборвал, сказал, Антон Борисович, вы перепутали, я не ваш заместитель, я министр соседнего государства. И вы, когда эти слова произнесли, вы, по-моему, перепутали, с кем вы разговаривали и как вы разговариваете. Он сразу сказал, извини, Мухтар Кабулыч, я был неправ. Я его уважаю. Почему? Потому что он забежал, нарушил определенные правила, суверенитет страны. Он сразу поправился. И мы с ним выровняли отношения, у нас с ним война был период. Он сказал, вы защищали интерес своего государства. Я интерес своего государства, мы оба были правы, ну просто рубили, что называется. Но я его зауважал после того, как он сразу отозвал свое поведение. Как это он может министру соседнего государства говорить, мне не нравится ваше поведение. Это что такое? Я его поправил при Токаеве. Он еще говорил, ну ты жестко. Потом жаловался, что я Чубайса там на место поставил. Понимаете? Когда ты так себя ведешь, твое государство уважают. И Элизабет Джонс, между прочим, посол Америки, была в Казахстане. Она на конференции по энергетике, я ее тоже очень уважаю, сейчас не знаю, где она работает. Она была потом заместителем госсектора США. Она вышла на конференции, начала нас поучать, как нужно реформировать энергетику. Это я автор реформы энергетики. Я встал и сказал, госпожа Джонсон, вот представьте, наш посол Казахстана в Америке выходит, ваш министр. И посол выходит и говорит, господин министр энергетики США, вот вы неправильно говорите о реформах, надо вот так. Что скажет посол, что скажет министр энергетики США, как вы думаете? Она встала, говорит, извините, я была не права. Понимаете? Потому что она опять же, кто она? Она посол. Она не специалист по энергетике, тем более не специалист по энергетике Казахстана. И она, когда начала поучать, мне пришлось эту фразу сказать. Но отношения у нас с Америкой не испортились. Более того, они стали еще более уважительны, потому что они меня стали воспринимать как профессионала, как человек, который отстаивает суверенитет своей страны. И это, я это добился, взаимоотношений, к тенге с Шевройлом, которые вообще никогда министра глаза не то, что не видели, даже просто ходили в кабинет Назарбаева, но я их заставил уважать наше министерство. Они у меня сидели, работали с моим министерством. Понимаете? Это по-другому не работает. Если ты хочешь, чтобы государство было сильное, а сильное государство строит сильные люди. Вот это я добивался. Поэтому, когда вы говорите, вам страшно, вам получается страшно иметь сильное государство, сильных людей, независимую страну. Это значит, за эти годы вам просто насадили терпение, попытка жить в колее и так далее. Понимаете? Так некие компромиссы. Ну, украл миллиард, а мог же 10 украсть. Вот так. Ну да, он тут то сделал плохое, ну блин, столицу построил. Кому эта столица нужна, где он ограбил все регионы? Понимаете, это от непонимания или от неверных установок. Это вот как линию какую-то технологическую строишь, или ты его четко проектируешь и четко делаешь и добиваешься того, что он дает на выходе, или ты мусор под ногами в него впихиваешь, а он никогда тебе не дает результат. Ты говоришь, а что же у меня такие макароны грязные? Почему? Вроде бы та же самая линия. Ну да, я там свое там арбу прикрутил, колесо сделал, ну это же ничего такого же. Это так не работает. Если ты хочешь сильную страну построить, есть определенные технологические линии, поведение, всего прочего. винтик, 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 гайки, гайки, гайки. Понимаете? Так я добивался, кстати, увеличения квот с Россией. Я им просто сказал, мы уйдем от вас. Вот Алошникову там сейчас труба, а мы тогда строили станцию, стернами гоняли. Я специально это россиянам говорил. Мы еще чуть-чуть от вас уйдем. Мы за транзит вам платим, вы зарабатываете. А при такой политике мы от вас уйдем. Была квота полтора миллиона тонн от РАО Самары, шесть миллионов сразу стало после одной встречи. Понимаете? Ты так добиваешься. И много таких действий было сделано именно такой последовательной политикой. Это не уступчивость. Это защита интересов страны. Понимаете? Вот тогда наши государства станут государством. Они что-то размазнем между Китаем, болтаемся, и Россией. Кто нас съест? А эти сидят, те сидят, люди боятся. То на Китай кидаются, то Россией пугаются. А мы должны, как Израиль, быть сильной страной. Пусть даже в окружении будут гигантские страны. Мы можем стать сильной страной. Понимаете? При условии, что мы будем последовательными и оставить свои интересы. И внешняя политика, она такая должна быть. Понимаете? Спасибо, Муртар, за интервью. Надеюсь, что когда-нибудь мы с вами встретимся. Я завоюю ваше доверие, и мы встретимся воочию, поговорим под камеру или без. До свидания. Спасибо. Начинаем.